а ну покажи искупаться и можно короче двигать дальше работа здорово друзья в этом ролике я покажу вам как я начал постройку пирса на озере где купаются дети наконец-то мне огласили сроки по поводу скважину подготовка дороги на дачном участке начало строительства дачного дома это лишь малая часть того что произошло за прошедшие два дня но уверяю вас видос того стоит чтобы поддержать его лайком поделиться им с друзьями и увидеть результат так что смотрите видос до конца и приятного просмотра не помню говорил я или нет но картошку на даче мы уже посадили я понимаю что быть может сейчас не лучшее время так как созреет она поздно но для меня с самым важным моментом в огородном деле даже не это а вообще попробовать будет ли на этой земле что-то расти и понять мое это дело или не мое грядки практически готовы посадили мы в принципе все о чем вы писали в комментариях а из-за сильной жары земля сохнет моментально и критически не хватает полива то есть скважины на участке результат уже есть о чем я расскажу вам чуть попозже как видите земля слишком насыщена глиной и на поверхности образуются твердые куски но вопрос привоза земли пока не актуален до следующего сезона и пока воды на участке нет техническую воду для полива можно привести из пруда который расположен от меня ну в метрах 100 для этого дела у меня есть кассик который способен выполнить задачу по доставке воды на участок как слышно по звуку в мотоцикле не работает один цилиндр из-за того что стоял он долго по всей видимости могло залить свечу сняв на свечник понял что нужно быстренько все это дело поменять запасные свечи у меня есть но в таком же состоянии потому используя старый дедовский метод по устранению нагара свечи зажигания с помощью рук и куска наждачной бумаги вставляем свечу на свече и проверяем из клуб прежде чем закручивать на одном цилиндре работает как будто ему вообще плевать давай проверим да работает два цилиндра можно ехать за водой бочка для воды у меня на 125 литров брал ее как раз под расчет того чтобы помещалась в коляску мотоцикла и и легко можно было перевести к тому же такого размера бочка идеально в плане перемещения пруд конечно у нас не самый идеальный но для забора воды самое то возможно если скооперируемся соседями можно было бы зачистить этот пруд и запустить туда рыбу правда из-за своих размеров и недоступности чистить его будет совсем непросто но скорее всего этим в любом случае нужно будет заниматься так как уровень воды по отношению к уровню в пруду слишком низкий воды набрал можно дальше заниматься грядками идеально день подходил к финалу грядки почти закончили дорожки корой присыпали ну в общем по огороду останется только окропить от сорняка и картошку от жука и пусть она себе растет потихоньку следующий день начался с того что мне наконец-то привезли щебень на первое время мне достаточно будет три камаза крупного щебня и машину мелкого еще машину для строительства и бетонирования труб каркасного дома и по сути на этом пока все там уже пойдет камень и прочие мелочи чем я расскажу уже в следующем ролике но для того чтобы удобно заехать машиной особенно после дождя почву нужно подготовить а еще приблизительно через неделю-две ко мне приедет техника бурить скважину и чтобы во дворе не было месиво нужно обязательно успеть разровнять почву до их приезда по всей видимости буду разгребать все это лопатой и ручками потому что нанимать технику дорого да и площадь не такая уж большая единственный минус в этом что у меня есть проблемы со спиной и во время сильной нагрузки начинается веселая жизнь так что руками вроде экономишь на деньгах но по здоровью экономии никакой нет как видите камаз увеличенным кузовом по чеку вместил в себя почти 14 тонн без 100 килограмм думаю исходя из количества высыпанного щебня тут все по-честному как раз две машины крупного мне хватит чтобы подготовить дорогу на участке и при въезде то на щебне фракции 40 70 у нас стоит 180 гривен это приблизительно 450 рублей к сожалению лопата которая у меня есть не совсем подходит для разравнивания крупной фракции щебня потому нужно будет еще и приобрести лопату чтобы до конца недели сделать все так друзья мои смотрите вот на этом месте будет буриться скважина не не бабушка мария то я снимаю на камеру то я сам собой разговариваю короче на этом месте будет буриться скважина и вот здесь будет у меня стоять ну вот эта вся система какое задание нужно выкопать яму вот такую метр двадцать на метр двадцать и глубиной где-то метр тридцать чтобы они сюда скидывали вот это все болото и потом жишку вот эту все выкидывали туда так что сегодня будет мне задача наверное первую очередь выкопать яму а потом уже разгребать вот эту всю движух нужно тем более поехать купить лопату так что буду работать ребят ух копать ручками яму на моем участке вручную крайне проблематично почва имеет плотный слой глины и копать ее то еще мучение ну допустим такую же яму в песке или черноземе можно выкопать ну буквально за час эту я копал наверное часа два это не на всю глубину первый слой на штык копался еще более-менее а дальше началось самое веселое вся эта глина прилипает к лопате и спина устает намного быстрее такие моменты нужно чутка перекурить и заглянуть в youtube чик чтобы почитать ваши комментарии так что на то чудо вам удобно она такая маленькая удобно да сейчас на тучу секунду а ну-ка надо затестировать хорошо тени а ну попробуйте аккуратно было горячего она да на здоровье в общем приступил я дальше копать яму так как планировал ее скорее закончить и отправиться на озера подготавливать место для постройки пирса но было так жарко что я решил съездить сначала искупаться а потом все-таки продолжить копать заехал по-быстрому магаз чтобы купить чего-то попить и случайно завязался разговор о карантине и масках друзья то в этом на мордике невозможно дышать ну вот тут именно но ничего не сделают но вообще ничего это надо заходить в я сегодня проснулся 8 привезли щебень померили где будут бурить скважину но на скважину потребуется подождать очередь там может неделя может две вчера договорился закладочку сейчас искупаюсь и поеду отдам жигу на ремонт на озере очень красиво особенно по утрам вода чистая людей минимум тишина и спокойствие жаль что на этом месте где я купаю сейчас нельзя построить пирс поскольку территория охраны и руководство понимая все риски количество алкашей и прочих неадекватов не хочет иметь проблем еще одна проблема по которой руководство не очень лояльно относится к посетителям это вот эти разбитые стекла то есть приходит отдыхающие буханули какой-то водочки и начинают чудить всякую хрень ну в общем некоторых особей которые без причины бьют стекла умом не понять потому и отношение руководства карьера к постройке пирса максимально взвешенная относительно недавних событий но скажу вам что мне все-таки пошли навстречу и для детей позволили сделать место для купания чему я очень рад смотрите ролик до конца и увидите наш первый результат а сегодня я планирую подготовить и зачистить берег и построить ступени для удобного спуска вот ребятушки то самое место на котором я собственно буду делать пирс мостик но сначала нужно подготовить площадку потому что видите в воде тут пакеты всякие мусор в общем и надо расчистить как видите тут глина когда дети купаются тут все становится очень мокрым и скользкими дети постоянно падают то есть тут нужно будет скопать какие-то ступенечки чтобы спуск и выход к воде был абсолютно нормальным и безопасным после того как я искупался решил отвезти жигу на ремонт ходовой часть там в принципе и так все нормально ходовка полностью менялась года полтора назад но это все не так дорого стоит чтобы заменить подуставшие стойки шаровые пружины на новые колесить и ни за что не беспокоиться мастерской сказали что за два дня машина будет готова пока придется ходить пешком или заправлять кассик потому что по удачным дорогам ездить на мерседесе ну вообще не в кайф оставил машину уже еду пешком нужно прошагать еще километра наверное два домой и буду заниматься работой прогуляюсь уже давно не ходил пешочком это знаешь постоянно жопу возишь машине тело атрофируется нужно прокачать свое здоровье я потихонечку шуршал домой ощущение после купания как-то быстро развеялась такое чувство что на улице стало еще жарче но нужно было закончить копать яму и готовится ехать на карьеру в доме за 300 баксов до вчерашнего дня был бардак так как вообще не было времени на уборку внутри помещение настоящая парилка но я со временем накрою кунг сеткой не обязательно куплю кондиционер чтобы комфортно работать несмотря на сильную жару столько уже прошло времени с того момента как я заселился в эту хату и я вам скажу искренне мне очень нравится это помещение за счет своей компактности она создает особый уют я понимаю что у каждого разные вкусы но мне для того чтобы поработать и сменить городскую обстановку этого дома хватает вполне но для семьи такое помещение конечно не годится это так решение для одиночки я считаю короче яму я выкопал не на всю глубину но потом поймете почему уже было часа два я решил отправиться на карьер чтобы реализовать задуманные захватил с собой весь необходимый инструмент и доски проезжая кассиком по этому щебню у меня возникла идея как-то использовать этот пожилой аппарат чтобы выровнять и утрамбовать щебень на участке пацаны на ауди везли бревно в багажнике и оторвали себе кусок бампера я сам иногда на старом мерседесе тут чиркал неоднократно так что жига для этих дорог ну просто лучшие машины по пути встретил подписчиков они тоже шли на озеро купаться я решил их подкинуть мы аккуратненько приехали к озера где уже было немало народа привет шо там вот и как дела то давай короче занырнем покупаемся а потом уже будем работать ты знаешь ты когда спускаешься по этому болоту и боишься лишь бы не убийца понял спуск воду вы видели сами он просто отвратный там можно реально отбить себе голову поскользнувшись на этой плите а детей купается здесь много так что нужно было приступать к работе до жесткой земля сначала вот это уберу бачика ручная циркулярка руками лучше не берите вот есть лопата да ну тут сверху конечно тоже нужно будет ступеньку сделать правда знаете в такие моменты очень приятно видеть искреннюю радость и улыбку детей которые умеют радоваться даже от мелочей таких делах и поступках человек демонстрирует подрастающему поколению то хорошее что действительно нас объединяет хороший пример для детей сегодня это наш прогресс и развитие в будущем стремление к лучшему потому что я уверен пока взрослый имеет возможность он старается для детей своих а когда взрослеют дети они следуют хорошему примеру и привносят это добро для будущего поколения и так по цепочке понимаете может я слишком наивный в этом плане но скажу вам честно если ни хрена не делать то ни хрена собственно и не произойдет ну что мы это сделали в общем у нас получилось раз два три четыре пять шесть семь ступенек 7 ступенек и нужно будет еще добавить к верху наверное 3 до наверное ты сделаем но хотя бы это на спуск уже похоже потому что было болот тут еще внизу правда ступенечку ну мы вот так вот так его заболимся здесь понял и вот так вы видим его чтобы оно было аккуратно а и друзья твой день поймать например за покупатся кабан и да 2 2 ха ух а ха ох ха 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 хах 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 И ступенечки есть, до верха их сделаем, вот там все выкопаем, сделаем до верха. Посыпем нормальным песком, чтобы оно понял, глина вот эта не месилась жестко. И все, и будем купаться. Ну, в общем, это лишь часть моих планов по реализации задуманного. Делаю все это я по возможности и при наличии хоть чутка свободного времени. Дети рады, и это главное. В душе как-то приятно, когда делаешь что-то хорошее. Я потихоньку колесил домой, так как вечером нужно было еще посадить грядки. Яма на участке хоть и не глубокая, но внизу уже собирается вода. На участке нужно будет выкосить траву, выровнять щебень. В общем, работы хватает. Все, как всегда, упирается лишь в финансы. К вечеру на дачу приехала жена и дочь. Мы закончились грядками, перекусили, и на этом, собственно, и закончился этот продуктивный день. Ночью, как всегда, я стримил до двух или до трех ночи, а уже в 8 утра меня разбудил звук КамАЗа. Мне привезли еще одну машину щебня, и в этот раз, чтобы выровнять заезд и часть во двор. Ну, что вам сказать? Лето началось продуктивно. Я очень рад, что затеял на участке весь этот переворот. Моя маленькая мечта, чтобы на этом участке, пока растет ребенок, у нее было самое настоящее детство. Хочу, чтобы был батут, бассейн, небольшая детская площадка, и самое главное, уютный домик, в котором смогу тусоваться не только я, как в Кунге за 300 баксов, но и полноценно жить вся семья в любое свободное от работы и забот время. Так что спасибо вам за просмотр, друзья. Увидимся совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok